740 тысяч, именно столько человек, по мнению специалистов-разработчиков генплана, будет проживать в Барнауле к 2038 году. Исходя из этого, пояснил замначальника Комитета по строительству и архитектуре Сергей Баженко, и был выстроен план развития города. В нем сохранена уже сложившаяся прямоугольная сетка городских улиц, причем некоторые из них предлагают продлить. Северо-западная – одна из самых нагруженных магистралей города Барнаула. За Антона Петрова она сужается, а дальше и вовсе завершается тупиком. Если новый генеральный план будет принят, то, возможно, в обозримом будущем, начиная отсюда, ее расширят и продолжат через частный сектор, так что она соединится с еще одной важной транспортной артерией города Барнаула – Павловским трактом. Также расширить и продлить предлагают улицы Юрина, промышленную и ряд других. Нашлось в генплане место и для давнего проекта тоннеля под ЖД-путями, который свяжет Красноармейский и Исакова. Важный момент – реновация ранее застроенных участков. То, что уже происходит на Советской Армии и на потоке, может охватить весь Барнаул. Выбрали 15 таких участков в разных районах города. На этих участках должен размещаться жилой фонд «Ветхий» и «РАЗ». Эти участки должны быть максимально приближены к транспортным магистралям. И, наконец, эти земельные участки должны быть максимально приближены к инженерным сетям. А вот поселок Ильича, по сути, признан бесперспективным для жилья. Там новой застройки не будет. Отказали в жилом строительстве и правобережью Аби. Его предлагают отвезти под яхт-клубы и зоны отдыха. В нынешнем генплане, по словам Баженко, исправлена ошибка прежнего варианта. Нового полигона ТБО в пределах города не будет. Вместо этого новые свалки могут появиться в Павловском и Первомайском районах. В Барнауле же мусоросортировочный завод. А вот зеленых зон, парков и скверов больше не станет. Правда, некоторые представители палаты предложили придать им особый статус. Почему бы не сделать из всех этих зеленых уголков особо охраняемой природной территории, которую вы запретили по закону. По закону вы запретили там. И какое? Строительство, и денег, и прочее, прочее. За исключением небольших поправок, общественники проект приняли единогласно. Известный застройщик Юрий Гатилов добавил, что генплан нужен строителям, как воздух. В городской администрации заявляют, что планируют окончательно принять генплан уже в ноябре текущего года. Илья Кочетков, Николай Шилко. Наши новости.